Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Кировчане могут претендовать на перерасчет за горы мусора. Юрист, эксперт общественной палаты Андрей Воробьев считает, что жители Кирова могут заплатить меньше за январь, если у их домов были горы отходов. Если у собственников прямые договоры с Купритом, непосредственно они имеют право на перерасчет. Если управляющая компания, либо ТСЖ, ЖСК заключили договор, управляющая компания в данном случае имеет право, необходимо зафиксировать нарушение, то есть, например, переполненные баки, направить прямо на электронику Куприту, либо каким доступным способом им об этом сообщить и эти фотографии показать. Даже не обязательно каких-то незаинтересованных лиц привлекать для составления акта. Можно пригласить Куприт. Если Куприт в течение трех рабочих дней не реагировал, то в соответствии с действующим законодательством у потребителей есть право на перерасчет. По словам Воробьева, перерасчет составляет 3,3% за каждые сутки. То есть, если квартира в месяц платит 300 рублей и все каникулы мусор не увозили, то заплатить меньше можно будет на 100 рублей. Правда, в правительстве считают, что на снижение платы кировчан не рассчитывать не должны. Услуга оказывалась пусть и раз в несколько дней. Министр охраны окружающей среды Алла Албегова считает, что по закону можно вывозить отходы один раз в 6 дней. Экономика на 101 АСМ. У должников по налогам арестовали 13 автомобилей. Это итоги рейдов налоговиков и судебных приставов. За вторую половину декабря они посетили кировчан, которые до 1 декабря не заплатили имущественные налоги. Так, у судебных приставов Ленинского района накопилось 8 исполнительных производств на 250 тысяч рублей на одного должника, владельца премиального автомобиля Genesis G80. Машину нашли и увезли на спецстоянку. Чтобы спасти ее от продажи, кировчанин заплатил долги и компенсировал эвакуацию и хранение автомобиля. Также у должников по налогам арестовали Volkswagen Venta, Nissan Almera, Lada Kalina и другие автомобили. Не все попытались вернуть свои машины и рассчитаться с государством. Их автомобили продадут, средства направят на погашение долгов, сообщает служба судебных приставов. Завершение о валютах на сегодня доллар 74 рубля 27 копеек, евро 9032. Ольга Борезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM